Лечить людей профессией или призванием? Искать ответ на этот вопрос наша съемочная группа отправилась в Центральную городскую больницу. Что вас беспокоит? Я поступила недавно, но буквально за эти несколько дней у меня прямо заметны улучшения. При поступлении было тяжело. С такого обхода пациентов вот уже 38 лет начинается рабочий день пульмонолога Галины Александровой. Все эти годы она бессменно заведует пульмонологическим отделением Центральной городской больницы. Профессию врача я выбрала из-за того, что был у меня пример. Мой папа был фельдшером. Мы живели в деревне. Фельдшер там, это можно сказать, врач на деревне. Поскольку по всем вопросам медицинским обращались к нему. Это было обращение круглосуточное. Это и взрослые, это и дети. Даже, как говорится, иногда ему приходилось само по обращению удалять из зуба. Галина Александровна лечит заболевания легких бронхов. Ровное чистое дыхание – это про ее поправившихся пациентов. За всем этим стоит колоссальный труд. Вначале выбираем, наверное, профессию. А в дальнейшем уже по мере обучения смотрим, это оно мое или не мое. И в дальнейшем, как говорится, все-таки по мере обучения я приняла решение, что это мое, это моя специальность, это моя профессия. Галина Александрова до сих пор вспоминает свои первые годы работы в Шимуршинской районной больнице. Когда начинала работать, работать еще в районе. Во-первых, ты один, ты принимаешь решение, надо что-то делать. Был пациент, у которого был плеврит, нужно сделать пункцию. Ты как бы никогда самостоятельно данную процедуру не делал. Спросить некого, помочь некому. Надо было решать это буквально на первую неделю работы. Не опыта, вернее, теоретические знания есть, а практического нет. Я пошла на эту процедуру, получилось. Характер, самообладание и профессиональные знания. Присочетание всех этих факторов просто не могло не получиться. А когда в Чебоксарской городской больнице открылось пульмонологическое отделение, Галину Александровну пригласили уже на должность заведующей. Жизненно важное решение ей приходится принимать и по сей день. За ее плечами многолетний опыт лечения пациентов и хороший исход даже самых непростых случаев. С работы иду, с перекуром, отдыхаю, воздуха не хватает. Чего остаешься? Чего остаешься? Что-то случилось, дыхание мне плохо. Вот своему участковому пошло. Меня отправляют сюда Галина Александровна. И вот давай диагноз, быстрый диагноз и лечиться, лечиться. Знающий, опытный. Сразу он даже может сказать, может без слушания. Уже по глазам видит человек, чем болеет. Почти все врачи в отделении – ее ученики. Галину Александровну я знаю больше 20 лет. Можно сказать, что и в профессии, как пульмонолог, я состоялась благодаря ей. Потому что, когда в 98-м году я пришла в эту больницу, в интернатуру, она была нашим руководителем. И она обучила меня о зампрофессии, которые очень важны. Не только я являюсь ее ученицей. В нашей больнице работает 8 человек. И также больше 10 человек за пределами нашей республики. Она честная, она очень порядочная. Она одинаково относится к любому пациенту. Время показало. Профессия врача стала для Галины Александровой призванием. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика.